Я совершенно далек от мысли о том, что я хоть как-то осознаю, какие процессы происходят сегодня в интернете с точки зрения построения сетевого маркетинга. Я не специалист в этом деле, хотя считаю, что сетевой бизнес без интернета сегодня просто не может существовать. Но я хочу вам сказать такую вещь, что это глубочайшее заблуждение думать, что можно с помощью системы песен, используя респондеры, шаблонные какие-то заготовки, какие-то механизмы, какие-то рекламные акции. Ну и короче говоря, все тонкости технические в интернете, построить организацию какую-нибудь серьезную, жизнеспособную, действенную, дающую прибыль и создающую какой-то товарооборот, это утопия. Я абсолютно в это не верю. Абсолютно. Это даже не обсуждается. Потому что это противоречит самой природе сетевого бизнеса. Основа – это люди. Это между ними отношения. На основе этих отношений строится бизнес. Все, точка. Если ты не смотришь человеку в глаза, если ты ему не помогаешь, если ты его не поддерживаешь, если ты с ним не налаживаешь близкие отношения, если ты с ним постоянно не варишься в живом общении или, короче говоря, вот так, рассчитываешь на вал, на статистику, на цифры 5%, на 2%, на 3%, на 1%, на 0,3%, то бизнеса не будет, даже иллюзия не будет. И поэтому не просто смешны все эти рассуждения, которые валом, потоком появляются на страницах интернета. Без усилий, без продаж, без выхода в живую жизнь, без общения с людьми, без возражений, без всего. Ни хрена не делай, и сиди, и распространяй информацию в автоматическом режиме, и богатей. Фигня на постном масле, поверьте мне, и не тратьте время. А раз так, значит, надо все равно идти к людям, общаться с людьми, использовать инструменты, и телефоны, и интернет, и все, что угодно. Но строить бизнес, а без этого ничего не получится. А раз так, значит, надо знать, какие люди. А люди такие. Вот Том Шрайтер, Большой Эл, рассказывает нам. Он молодец, он из тех людей, которые способны анализировать, глубоко вникая в материал. И он разработал такую методу, в соответствии с которой все люди делятся в основном на четыре главные категории. По цветам. Желтые, синие, красные и зеленые. Кто такие желтые? И зачем нам это все? Если мы будем знать, какого цвета человек, то мы будем знать, как к нему обращаться, как к нему подходить, какие слова ему говорить, на какие кнопочки давить, какие интересы его учитывать, какие свойства личности его непременно принимать к сведению, и тогда у нас будет успех. Вот и вся недолга. Кто такие желтые? Первое. Желтые, это такая категория людей, они объединяются в эту категорию. Это те люди, которые любят помогать другим. Обратите внимание, в наших организациях всегда найдутся люди, которые готовы оказывать помощь. Это те люди, которые всегда накрывают столы, ставят стулья, таскают доски, привозят всякие разные материалы. Это те люди, которые заботятся, это те люди, которые откликаются, они всегда на месте, они, может быть, немного денег зарабатывают, но они душевные, они добрые. Они, в их существе забота о людях, это главное их категории, профессии, соответственно, воспитатели детского сада, педагоги, врачи, обслуживающий персонал, там, где люди вот-вот вылизывают, всякие парикмахеры и прочее, прочее, прочее. Мужчины и женщины, не имеет значения. Если мы видим, что перед нами желтый человек, значит все. Как желтый себя проявляет? Если желтый приходит в зал, например, как Том Шрайтер говорит, и видит группу людей, то он обязательно сядет там, где есть один, чтобы о нем побеспокоиться. Этот желтый подаст кофе, этот желтый любит обниматься, как-то вот погладить, как-то вот. Желтые они вот такие. Ну и что желтый? Если мы знаем, что человек желтый, значит, когда ты ему делаешь презентацию, когда рассказываешь об единстве, ты не рассказываешь, что можно много денег накосить, заработать, построить организацию, прославиться, там будет интересно. Это его не интересует, это его не колышет. Его интересует, может ли он помочь другим людям. Может, даже он сам этого не осознает. Но если ты ему скажешь, слушай, друг, там есть благотворительный фонд, и там помогают детям, слушай, мы можем большому количеству людей помочь, там есть такие замечательные продукты, приборы. Если ты поставишь только прибор, то у человека он исцелится, ему не отрежут ногу, ты поможешь ему. Там есть такие продукты, использование которых спасает жизнь. Пойдем поможем. Слушай, если ты мне не поможешь, наш бизнес рухнет, ты просто обязан мне помочь. Все, как только человек слышит, желтый, слышит эти слова, у него как у гончего пса, уши на макушке. У него как труба зовет его, просьба о помощи. Он просто все его существо кричит и требует, дайте мне такую работу, где бы я мог помогать людям. Если вы это осознаете, если вы видите, наблюдая за ним, что он желтый, значит все, поступайте соответствующим образом. Желтые очень полезные, очень толковые, нужные в нашем деле люди, без которых нам просто нельзя. Вот все. Следующая категория это синие. О них я расскажу в следующем ролике, потому что у меня времени нет. Узнайте, посмотрите на себя, не желтые ли вы случайно. И посмотрите вокруг, кого из своих близких и друзей, кого из своих партнеров, дистрибьюторов по бизнесу, знакомых, вы можете отнести к этой категории желтых. И подумайте, правильно ли вы обращались с ними, говорили ли вы им те слова, о которых только что я сейчас сказал. Слушай, друг, ты мне так поможешь, мне твоя помощь вот так нужна. Слушай, без тебя мы не можем. Слушай, нам нужна твоя помощь. Ты же знаешь, как мы тут заняты делаем, какие большие дела мы делаем, но без тебя нельзя, нужна твоя помощь. Слушай, помоги. Все. Призывный зов для этого человека. Гон прозвучал. Он услышал призыв о помощи. Он идет. Но если вы будете его пытаться мотивировать другими словами, это не сработает. Знал бы я это раньше. Я бы больше денег заработал. Думайте и в следующий раз скажите, какой вы желтый или зеленый. Напишите мне в комментариях. Спасибо.